К другим темам. 1 мая или 22 марта? Теперь исследователям творчества и жизни Виктора Астафьева придется решить историческую загадку и выяснить истинную дату рождения великого сибиряка. Новые подробности жизни писателя вскрылись не так давно. В конце прошлого года ЗАГС передал Государственному архиву Красноярского края ряд документов. И каково было удивление сотрудников, когда в одной из метрик они обнаружили запись, свидетельствующие о том, что в семье Астафьевых мальчик по имени Виктор родился 22 марта, а не 1 мая, как это общеизвестно. Губернатор края Михаил Котюков, который первым увидел этот уникальный документ, отметил, что найденные архивистами материалы должны обязательно найти свое место в национальном центре Астафьева в Овсянке. Мы совсем недавно обнаружили вот такую запись о рождении сына Виктора, у Лидии и Петра Астафьевых из деревни Овсянка. Но особенность этой записи в том, что число и месяц здесь 22 марта 1924 года. Ну и что интересно, как в дальнейшем, почему так получилось, почему дата поменялась, потому что потом в официальных документах мы видим вот это вот, 1 марта. Всего же на хранении в Краевом архиве находится больше полутора миллионов разных документов. Последние годы сотрудники ведут работы по оцифровке документов. Уже обработали больше 40 тысяч материалов. Есть там и своя лаборатория, где реставрируют бумаги, которые ветшают со временем. Глава региона ознакомился с особенностями работы сотрудников архива. Архивный документ – это та самая часть истории, которую переписать невозможно. Когда у нас есть документ, то тут уже с этим никто и не поспорит. Первичный документ всегда он был, есть и будет первичный документ. Условия для его хранения, условия для работы с ним, конечно, должны быть самые современные созданы.